В Раменском районе существует несколько организаций, которые занимаются поддержкой предпринимателей. Они составляют инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Самая большая и давняя организация – это гильдия предпринимателей Раменского района. Она работает с 2001 года и насчитывает более 100 предприятий. Костяк организации – это бизнесмены с солидным опытом. Гильдия может дать людям очень многое, но гильдия дает то, что ты можешь взять. И вот каждый человек берет именно то, что он может взять. А каждому нужно разное. Кто-то хочет просто пообщаться, кто-то хочет получить какие-то советы, кто-то хочет получить связи определенные, кто-то хочет получить компаньонов для нового бизнеса, и кто-то хочет, так скажем, войти в политику. И все во всех вот этих моментах у нас гильдия помогает. Гильдийцы давно и плотно сотрудничают с администрацией Раменского района. Активно участвуют во всех мероприятиях. Основной документ, который мы подписываем – это трехсторонние соглашения, которые подписывает администрация, профсоюз Раменского района и работодатели. И вот гильдия предпринимателей в моем лице от работодателей малого бизнеса. Вот мы подписываем трехсторонние соглашения. Одним из основных видов своей деятельности гильдия предпринимателей считает благотворительность. У нас основные направления – работа с ветеранами и работа с детьми. Мы постоянно, вот, например, я два раза в год в ресторане, мы накрываем банкет нашим ветеранам на 9 мая, на День пожилого человека. Буквально несколько дней назад мы вывезли в город Покров совет ветеранов за линейной части. Мы постоянно спонсируем на новогодние праздники, там, детский центр забота и очень многие другие социальные направления, которые мы курируем, которые мы спонсируем, очень много помогаем. Если обо всем рассказывать, то это займет целую передачу, наверное, может быть, даже не одну, чтобы рассказывать все наши проекты, которые мы спонсируем и оказываем финансовую помощь. Еще одно крупное и авторитетное объединение – это некоммерческое торгово-промышленное партнерство. Направлений работы у него несколько. Деловые завтраки, поддержка клуба молодых предпринимателей, работа горячей линии. На горячую линию звонят предприниматели, как начинающие, так и действующие. Начинающие звонят с такими, может быть, банальными вопросами, как начать, какую-то там систему налогообложения, какие-то там отчетности в пенсионных фондах, ну, то есть такие вещи, которые для опытных предпринимателей проблем с ней составляют. А остальные предприниматели, они звонят, там, какие-то, вот возник вопрос, а вот хотим, там, на день торговли, там, то-то, то-то. Хотим, вот сейчас на сайте администрации Раменского района появилась статья, да, как сказать, о информации о субсидиях, малому и среднему бизнесу. И в связи с этим достаточно много звонков на эту тему. То есть какие-то интересуют, именно все, естественно, положения прочитали, но интересуют какие-то детали. То есть если, вот там, оплата коммунальных услуг, а как, а что, а что для этого надо, какие документы. То есть, ну, вроде как прочитали, да, но прочитали не до конца. То есть вот такого плана звонки, как правило, поступают. На данном этапе партнерство занимается решением одной важной задачи – созданием торгово-промышленной палаты Раменского района. Ну, основная наша цель все-таки – это вот мы идем сейчас к созданию торгово-промышленной палаты, и там тоже процесс уже продвинулся довольно неплохо. То есть вот буквально сегодня мы внесли документы, первые, значит, первые пять документов для рассмотрения в торгово-промышленной палате Московской области, рассмотрения нашего вопроса, создания Раменской торгово-промышленной палаты. Палата – это структура, разветвленная по всей Российской Федерации. Мало того, этот институт торгово-промышленной палаты, он существует во всем мире. Власти Московской области, в общем-то, дают неоднозначно понять, что в числе первых организаций в качестве опоры, поддержки и диалога с бизнесом – это будет как раз-таки система торгово-промышленных палат. Ну, тогда сотрудничайте с властью. А как-то поддерживает власть начинание ваше? Можно я начну? Да, конечно. В этом году был у нас День предпринимателя в новом формате. Организовывала администрация с помощью, с поддержкой партнерства. Ну, я считаю, что это было очень удачно сделано, потому что было проведено это в Сатурме, где уже объединили и гильдию, и партнерство, и ремесленники, и Родина. Собственно, все те организации, которые у нас есть, бизнесы в районе, все присутствовали. Партнерство очень активно работает над созданием палаты и планируется, что это объединение будет зарегистрировано в 2015 году. Конечно, в инфраструктуре поддержки она будет играть немаловажную роль. Основная идея раскрытия потенциала роста торгово-промышленной палаты, она состоит в том, что усилить взаимодействие с городскими и сельскими поселениями. То есть, все-таки, исторически так складывалось, что активная часть предпринимательского сообщества, она собиралась именно в городе Раменское. А здесь идея заключается в том, что охватить весь район. То есть, и здесь нужны, так сказать, активные предприниматели именно из поселений, городских и сельских. И я надеюсь, что у нас это получится. Еще одна Раменское районное общественное организация «Перспектива» давно и активно консультирует предпринимателей по различным вопросам. Раменское районное общественное организации «Перспектива» Центр инновации развития предпринимательства оказывает помощь предпринимателям. Мы являемся инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса, оказываем помощь в консультировании, помощь в получении субсидий. Кроме того, на базе нашей организации действует бизнес-инкубатор. Мы помогаем молодым предпринимателям, особенно стартапам, открывать свой бизнес, налаживать его и развивать. Центр работает давно. О нем многие знают. Здесь есть и постоянные клиенты, и те, кто пришел за консультацией впервые. В неделю бывает до 10-15 обращений. Еще одна организация, входящая в инфраструктуру поддержки, зарегистрировалась год назад. Это Палата народных промыслов и ремесел. На начальном этапе ставилась задача заявить о себе, чтобы привлечь к сотрудничеству как можно больше организаций. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 22 члена партнерства. Это и организации, то есть это юридические лица, это и физические лица, это и индивидуальные предприниматели. И это, скажем так, представители разных сфер бизнеса, и разных, ну как это, организационно-правовая форма разная, то есть у нас и университет, и школа входит, и индивидуальные предприниматели, которые занимаются, ну допустим, конюшни у них, и крупные предприятия у нас есть, как вот Гжельский кирпичный завод, на базе которого сегодня проходит это совещание. То есть организации самые разные, имеется в виду и по численности, и по сфере деятельности. Как я уже сказала, есть и частные лица, которые входят, то есть потому что палата открыта для сотрудничества, для новых членов. Палата регулярно проводит совещания и круглые столы по различным вопросам. Самое главное, что мы сегодня о себе заявили и на уровне местных администраций, и на уровне района, и на уровне области. И доказательства сегодня, вот, сегодняшнее мероприятие. К чему сегодняшнее мероприятие посвящено? Развитию малого и среднего бизнеса и программам поддержки бизнеса. Программа поддержки, откуда поддержка? Ну в первую очередь это районная программа. Район сегодня заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса. И, соответственно, эта программа переходит и в программу областную, федеральную. На всех уровнях сегодня говорят о том, что малый и средний бизнес нужно развивать. Но иногда малый и средний бизнес не знают, что его развивает. Поэтому мы сегодня будем ему объяснять, что оказывается сверху на уровне государства тоже заинтересованы в этом. Еще одним важным объединением является общественный совет при главе района. Он включает в себя самых активных членов предпринимательского сообщества. Совет был создан в 2001 году как консультативный орган для выработки общей позиции по решениям главы района. В частности, на сегодняшний день актуальный вопрос – это выработка позиций по механизмам поддержки и частичным компенсациям затрат, которые происходят на сегодняшний день. И сегодняшние мероприятия показывают, что эффективность этих обсуждений, в принципе, есть. Поддержке малого и среднего бизнеса в Раменском районе уделяется большое внимание. И все организации, о которых мы сегодня рассказали, играют в ней немаловажную роль. Редактор субтитров А.Семкин